Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Продолжаю серию видеороликов о посевах петунии. Потому что, как я уже говорила, способов посева очень много. Я вот начала до праздников уже рассказывать. Рассказала о посеве в гранулах, вот таких вот покупных семян. Рассказала о простом посеве методом посола. И сказала, что есть еще метод посева на пеленку, на снег. Сейчас я буду продолжать. Но перед тем, как сегодня вот буду сеять на снег, вы видите у меня, что здесь снег, методом посола тоже на снег. Об этом способе посева я расскажу подробно дальше. Но сейчас я хочу вам несколько слов о предыдущих роликах. Конечно, в кассету мы сеем только обычно вот такие гранулы. Потому что их сеять очень удобно. Их поштучно я вот разложила, спрыснула. И в целлофановый мешочек. Обязательно парниковый эффект. Как бы вы ни сеяли, какой бы способ посева петунии у вас не был, хоть на пеленку, хоть на снег, хоть на грунт просто, хоть в гранулы. Главное условие выращивания рассады петунии – это создание в первые дни парникового эффекта. Вот это, который я простой посев делала. Я показывала, что закрываю крышечкой, каждый день открываю проветриванию. И обязательно поставить посевы на свет. Вот сегодня, через 3 дня эти посевы у меня уже появились. Вот это простая петуния трехлетней давности. В 2015 году я собирала семена. Вот они уже взошли. Пока я дошла до посева на пеленках и на снегу, тут праздничные дни. Выбили меня из колеи. Были гости. Я 2 дня не включала видеокамеру. Нельзя было, дети сломали бы. Поэтому, вот пока был праздничный вот этот перерыв, 2-3 дня, вот эти посевы уже взошли. И уже я могу сделать вывод, не голословно, а показать вам, что вот такой простой посев на поверхность земли, просто на грунт, он очень эффективный, он очень быстро дает свои результаты. Через несколько дней я уже буду их пикировать и покажу вам. Вот один посев у нас уже взошел. Теперь такие же семена я буду сеять только на снег. А, еще забыла сказать, в гранулах еще ничего не проснулось, ни одна гранула. Гранулы, они обычно всходят дольше. У меня свои семена всходят очень быстро. По такому же принципу мы сеем на снег. Я также положила простую почву, грунт. Как я готовлю грунт, я в предыдущих видео рассказывала. Все темы я теперь собираю в плейлисты. Я раньше не знала, что это такое, но теперь вот через год, после того, как я начала снимать видеоролики, я наконец-то узнала, что существуют плейлисты и можно по темам раскладывать. Я же не видеоблогер, еще раз повторяю, я просто огородник, я никаких этих тонкостей не знала. Но мне подсказали, что нужно по темам раскладывать. И вот теперь тема петуния. У меня все там от состава грунта и до посева, до пикировки я все буду складывать в один плейлист. Смотрите этот плейлист. Там есть, как я готовлю грунт, как я готовлю посевы и все дальнейшие свои шаги по выращиванию петунии у меня будет. Вот сегодня у нас посев на снег. Принцип посева точно такой же, как простой методом посола. Мы тоже как бы посолим снег, просто слой земли, когда мы набрали грунт, покрываем слоем снега. Для чего это делается? Конечно, этот способ придумали для упрощения вот этого сложного посева мелкими семенами. Ведь семена петунии, они похожи на пыль. И когда их сеешь на землю, они черного цвета, их совсем не видно. Видите, какие семена? Семена черные, земля черная. Из-за этого получаются загущенные, очень загущенные посевы, которые новички некоторые не могут потом распикировать. Они не могут вот эту ювелирную работу проделать. И как, или упускают этот момент пикировки, или что-то. Но рассада, короче, в самом юном раннем возрасте погибает. Это проблема всех-всех начинающих. Всходят хорошие посевы, но они не могут уберечь вот эти сеянцы. И они у них падают, вытягиваются. Посадки густые, они тянутся к свету, становятся тоненькими стебельки. Для этого существует метод посева на снег. Потому что на белом снегу темные семена очень хорошо видно. И можно контролировать их. И не посеять очень густо. Я вот сделаю пореже, чтобы был контраст. Тот у меня будет густой посев, а этот будет редко-редко-редко. Но опять же тут опасность чего? Вдруг семена невсхожие. Мы посеем редко-редко-редко, взойдет 10 былиночек. Они будут, да, зато толстенькие, жирненькие, но это очень мало. Но рискнем, посеем очень редко. Вот сейчас посею очень редко, потом сравню. Как у всех вот этих способов посева, методов, способов, есть свои достоинства и свои преимущества. Вот достоинство посева питуньи на снег, конечно, самое главное то, что мы можем сделать разреженный посев. Вот видите, все семена у нас видно. Не знаю, вам видно или нет, они очень мелкие. Но вообще они на снегу очень хорошо видимы. Ничего мы больше не делаем. Они сейчас, снег начнет таять, семена намокнут, проклюнутся. Они как, снег будет таять, вода будет уходить в грунт и потянет за собой семена. И они спокойно лягут в грунт, вот на таком же расстоянии, как я их наложила, наложила. Грунт у меня покрыт, вот перед тем, как я посеяла, я, как всегда, сбрызнула вот этим питательным раствором. Грунт был влажный, но он и так сейчас намокнет, потому что снег растает, влаги будет много. Вот достоинство этого посева, то, что можно получить редкие всходы. А потому что редкие всходы, следственно, мы можем пикировку делать чуть позже. Они могут здесь дожить, например, до первого или второго семидольного листика. Если посевы вот такие загущенные, как я делала простым методом посола земли, там будут у меня густые всходы. И я там сразу же, как только два семидольных листа появятся, буду пикировать. Вообще многие говорят, вот у кого я спрашивала, когда самый наилучший срок пикировки петунии, все, почти все говорят, специалисты, как только вы сможете вот этот маленький сенец взять в руки, как только появляется возможность работать с ним, нужно срочно пикировать. В отдельной ячейке петуния почти никогда не погибает. Вот в отдельной будем пикировать по маленьким кассетам или по стаканчикам. В загущенных посадках она очень часто погибает, все посевы, если вы упустите срок пикировки. Вот мы посеяли на снег. Все дальнейшие действия точно такие же. Также закрыть крышкой, также создать ей парниковый эффект и также проветривать каждый день и обязательно свет. Запомните это все, вот кто начинает. Петуния всходит только на свету. В темном месте она не взойдет, а если взойдет, то сразу вытянется и упадет. Вот моментально, в первый же день. Взошла, через час она уже будет у вас валяться. Про достоинство этого метода я вам сказала, но есть и недостаток этого метода, который вот я, сама по личному опыту, я считаю это недостатком. Мы знаем, что петуния любит тепло и для того, чтобы семена проклюнулись, нужна теплая температура. Но снег, он замедлит ее всхожесть, потому что она будет на холоде лежать, на снегу, пока снег растает, пока земля, от снега она очень будет холодная, пока земля согреется. На это нужно все время. Если вот эти у меня на третий день уже взошли, которые я просто на землю теплым раствором сбрызнула, поставила в теплое и светлое место, они моментально, через два дня, они уже, ну, проснулись они, вероятно, на второй день, просто были невидимы, они очень мелкие. Но через три, на третий день я их уже увидела, что они проклюнулись. Это происходит очень быстро. На снегу они этот день-два будут лежать в холоде, и они сразу не взойдут. Поэтому вот такой посев на снег, он немножко замедляет всхожесть, вот эти появления всходов. Потому что, сами понимаете, ну, на снегу они не проснутся сейчас. Вот сегодня они не проснутся точно. Завтра они только упадут на землю. Вот сегодня снег весь растает. Пока земля согреется, пока они согреются, проклюнутся, день-два пройдет. Ну, посмотрим, я специально посеяла одинаковые сюда семена и сюда. И посмотрим, через сколько дней, вот эти через три дня у меня взошли, посмотрим, через сколько дней взойдут эти. Следующий метод расскажу, посев на пеленку. Он тоже интересный и тоже своеобразный. Методов очень много. И я все-таки советую попробовать вам каждый из них. Вот мне, несмотря на то, что и в гран, ну, как и в кассетах я сеяла, и на снег, мне до сих пор нравится больше всего метод простого, ну, как на грунт, методом посола. И этот самый-самый старинный, традиционный метод, которым сеяли наши бабушки и мамы, ну, и лучше никто ничего еще не придумал. Я пробовала все методы, но все-таки я останавливаюсь. Для меня вот этот самый лучший. Для кого-то может быть лучший на снег. Для меня этот лучший, потому что пикировать я умею, я с руки не затягиваю. Как только появились два листика, я их по кассетам раскидываю, больные тонкие выбрасываю. При таком посеве их много, достаточное количество еще соседям раздаю, подружкам. Поэтому вот у меня такой любимый метод. У кого-то будет метод на пеленку любимый, у кого-то на снег. Но попробовать нужно все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это серия видеороликов о выращивании рассады петунии и тема посев семян петунии на снег для получения разреженных всходов, не загущенных, а редких. Все. Желаю всем попробовать каждый из этих методов и получить прекрасный результат. Очень красивые королева нашего сада цветы петунии.